Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня уже 28 апреля. Очень быстро время летит. Год 2020. Буквально закрыли глаза. Открыли глаза. 28 апреля. Вот. А сегодняшнюю программу по следующему принципу построим. Начнем с нашей ситуации, естественно. Поговорим о том, почему не может Конгресс собраться, например. Вот. Есть проблема у Павлато-представителей. Соответственно, почему Штаты деньги быстро не получат. Даже те деньги, о которых вроде бы Кулума с Трампом договорились. В общем-то, много динамики идет. Опять же, скорее всего, и политическая динамика, на которую вчера я вам намекал. Так. Достаточно прозрачно. Вот. А общая ситуация. Мы рубеж перешли. Грустный. Миллион кейсов. Вот. Что-то... Какие-то вещи с этим связанные обязательно скажу. Общая мировая ситуация тоже немножко. Связанная с коронавирусом только совсем чуть-чуть. Потому что потом я бы хотел все-таки перейти на Ближний Восток. В основном две страны меня интересуют отдельно. И они в серьезном находятся в фокусе нашего внимания по понятным причинам. Во-первых, Ливан. Потому что на юге он с Израилем граничит. И ситуация там не может в итоге не повлиять на более такую глобальную картину того, что в Ливанте происходит. Ливан – это регион, напомню, который соединяет Ливан, Израиль, Иорданию, Сирию. Короче, вот эту группу стран. Да, он Ливан там называется. В общем, все зависит от того, что сейчас там происходит и будет происходить дальше. Похоже, что ситуация взорвалась уже. Вот. Поговорим об этом. И Ирак. Посмотрим, где те шиитские милиции, о которых мы говорили, чем сейчас. Они занимаются особенно активно. И это достаточно такая, на мой взгляд, обширная тема, нуждающаяся в серьезном вскрытии. Вот. И я думаю, что на этом мы остановимся сегодня. А дальше уже завтра будем продолжать. Также напоминаю, что обещание, которое я вам дал, найти эксперта, который будет согласен со мной в эфире обсудить Украину, она, я работаю над выполнением этого обещания активно. Вот. И я думаю, что в ближайшее время нам удастся это сделать тем или иным способом. Вот такой план на сегодня, друзья. 3-4-7-4-6-0-8-7-7 смс-портал прямого эфира. Пишите мне, пожалуйста. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, это. В Нью-Йорке, Майк, Филадельфии, Аппликающий Найхад везде в нации, Аппликающий Руис и везде в нации, Руис и Радио. Все же остальные, кто смотрит меня на Ютьюбе в любой точке земного шара или слушает на Саундклауде в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потом в Инстаграме тоже на аккаунте Бутик Политик, потому что вы слушаете меня и смотрите меня в записи. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Ожидаемо произошло, что мы перевалили за отметку миллион, и сегодня в мире мы, Америка, треть всех известных официальных кейсов заражения коронавирусом, инфицирования. Количество погибших 57 тысяч, даже больше уже, и на наш город выпадает из этих 57 тысяч погибших 22 тысячи. То есть у нас пока все, как мы понимаем, не слава богу. Опять же, повторяюсь еще раз, расслабляться сейчас мы не можем пока. Вот. Тем не менее, нация потихоньку-потихоньку начинает выкарабкиваться. Это видно. Есть там самые признаки. Детройтские автокомпании, которые, как мы понимаем, Ford General Motors и Chrysler уже объявили о том, что они планируют начать какое-то производство. Они в марте полностью закрылись, они производили автомобили, кстати, что наверняка скажется потом. Вот. Они планируют на 18 мая возобновление какого-то, я так понимаю, ну, частичного производства. Понятно, что они в полную мощность пока не заработают, но как бы вот начать, что уже само по себе хороший знак. Из важного того, что нужно знать, и то, что, может быть, вы еще не успели в новостях увидеть, у нас в стране очень тяжелая ситуация возникла на заводах, которые процессируют, да, производят, ну, обрабатывают мясо. Meat processing plants называется по-английски. Вот там колбасы производят, консервируют мясо и так далее, и так далее. И эти предприятия по стране стали очагами распространения инфекции. Они там процессируют свинину, говядину, барайну, ну, все, что есть, короче. В основном все это свинину и говядину. Вот. И вот на этих заводах, в принципе, это достаточно критическая вещь, которая обеспечивает непрерывность поставок продовольствия, еды. И это стратегическая штука такая. Поэтому все ожидали, что президент вмешается, потому как нужно сделать так, чтобы они не закрывались ни в каких обстоятельствах. И вот сегодня вот только что пришло мне уведомление, что вроде президент уже подписал executive order, указ, касающийся того, что эти предприятия, используя тот самый defense оборонный акт 52-го года Корейской войны, то так, да, который имеет право, когда президент имеет полномочия, имеет право заставлять любое предприятие оставаться открытым и выпускать то, что он скажет выпускать, да, в случае угрозы безопасности национальной. И закрытие подобных заводов было бы реальной угрозой национальной безопасности. Это понятный момент. И президент использовал свое право, по-моему, второй раз за все время пандемии. И обязал, он до этого распорядился, по-моему, чтобы дженеральный электрик выпускал вентиляторы, что в большом количестве, короче, он уже один раз использовал этот defense оборонный акт 50-х годов. И вот второй раз сейчас, да, ссылаясь на него, он подписал указ, что ни один мид-процессинг, да, завод процессирования мяса не может быть закрыт. Да, это ключевой, как бы, бизнес, который необходим для функционирования государства. Соответственно, они останутся открытыми. Теперь, как там будет обеспечиваться безопасность с точки зрения заражения, это уже следующий вопрос. Я думаю, что это технический вопрос, который нужно решать. Но работники этих заводов будут приравнены к ключевым, сущностным, да, essential. Я не могу перевести правильно на русский язык слово essential. Короче, без которых нельзя никак обойтись. То же самое с рабочими на фермах, да, и даже тот пресловутый указ президента о временном прекращении всяческой эмиграции никак не затронет сезонных этих работников, которые приходят на плантации для того, чтобы урожай собирать. И опять же, это тоже опасно. Я тут недавно видел документальный сюжет относительно женщины, которая из Мексики приходит вот так вот на сезонную работу собирать урожай в Калифорнию. И с какими опасностями они сталкиваются, как они должны себя сейчас защищать от заболеваний. Ну, короче, это сложная вся тема, грустная. Я не хочу вас дальше в это погружать. Но идея в том, что, короче, все со стороны правительства, да, что я пытаюсь сказать, что со стороны правительства все усилия предприняты для того, чтобы все, что мы сегодня видим, это наше изобилие в продуктовых магазинах, оно правда такое. Обратите внимание, зайдите в те магазины, в которые вы обычно ходите сейчас, и вы увидите, что выбор не пострадал фактически. Ну, почти не пострадал, да, и поставки продолжаются, и все нормально, слава богу, да. Это, в этом заслуга правительства тоже есть. Теперь, следующий момент. Ну, естественно, надо вспомнить добрым словом всех медицинских работников, которые помогают нам все это преодолеть. Они герои наши, медсестры, медбратья, доктора, естественно, CNA, помощники медсестер, certified nurse assistants, все люди, которые связаны с нашим здравоохранением, и также водители траков. Потому как без водителей траков, которые сейчас из места в место должны переезжать, сталкиваться даже при заходе элементарно, остановиться где-то в пути для того, чтобы сходить в туалет, или заправиться. Человек рискует, ему надо все время касаться всяких поверхностей, мы понимаем, что происходит. И все зависит от уровня паранойи, но все равно надо постоянно дезинфицировать руки. Потому что, ну, вы должны постоянно все время думать о том, где ваши руки и что они делают, если вы хотите выжить во всей этой ситуации. Поэтому всем этим людям мой низкий поклон, и я думаю, что все наши радиослушатели присоединяются к этому. Это обязательный момент, потому что они обеспечивают наше нормальное функционирование в условиях нашего карантина, локдауна, в котором мы до сих пор находимся. Это нужно тоже понимать. Люди рискуют жизнью каждый день. И это сегодня, опять же, не фигура речи, это на самом деле так. Окей. Значит, сказали это. Страны продолжают европейские выходить из кризиса. А, подождите. Перед тем, как мы перейдем к Европе немножко. Я говорил вам о том, что у губернаторов штатов со всеми предыдущими тремя стимулос-пэкеджами, деньгами, которые выделялись Конгрессом и Президентом, уже примерно 3 триллиона выделено долларов. Была проблема, что штаты непосредственно не получили деньги для того, чтобы латать дыры в бюджете, которые образовались из-за того, что штаты не получают сейчас никакого дохода от налогообложения, потому как нечего налогооблагать. И губернатор Кома встречался с Трампом на той неделе, по-моему, ровно неделю назад, во вторник это было. Они пообщались и вроде договорились о том, что Трамп будет настаивать на помощи штатам. Но для того, чтобы настаивать на помощи штатам, требуется легислатура, которая работает. И это проблема сейчас. Короче, проблема вскрылась, взорвалась сегодня, потому как главный доктор Конгресса, есть там такой, да, attending physician по-английски это называется, короче, один из постоянно дежурстводокторов в Палате представителей сказал, дал рекомендацию, сказал, что Конгрессу вообще сейчас в Палате представителей собираться небезопасно. То есть, значит, тракерам нормально, медицинским работникам нормально, тем, кто в Гроссере стоит за прилавком, сейчас нас всех обслуживает, когда мы приходим туда, и фармацевты, и все эти люди великие, да, которые сейчас рискуют жизнью, им нормально. А Конгрессменам, которые избраны для того, чтобы решать вопросы, им сейчас ненормально, вот, собираться. Поэтому Конгресс 4 мая должен был собраться для того, чтобы обсуждать четвертый пакет помощи, в данном случае уже для штатов пакет, скорее всего. Он не соберется, скорее всего, по Палате представителей, это сейчас главное, как бы, тут Сенат соберется, скорее всего, тоже, который, пока от Сената, по крайней мере, не было никакой информации о том, что этого не произойдет, вот, и Митч МакКоннелл, который глава Сенатского большинства, и спикер, да, он как бы, то есть, ну, он не спикер, спикером Сената является вице-президент, но, короче, он глава Сенатского большинства, и от него, такие, если бы он планировал перенести заседание Сената, сессию Сената, то он бы об этом сообщил. Но вот в Палате представителей пошла информация, и глава демократического большинства в Палате представителей, господин Хойер, уже сказал, что, скорее всего, нет, и только по телекоммуникационной связи, значит, будут общаться конгрессмены между собой, вопрос, могут ли они какие-то решения принимать, не будучи физически на этаже Палате представителей, не нажимая кнопки, возможно ли это сделать онлайн, это все очень большие вопросы, поэтому ожидаем логистически, что, скорее всего, ребят не соберутся быстро в ближайшее время. Значит, это, почему? Потому что опасно, потому что они начали ныть, грубо говоря, что это путешествие в Вашингтон сопряжено с определенными рисками, опасное дело, самолет, как мы понимаем, опасный, автомобиль, опять, как я только что объяснил, нужно останавливаться на заправках, и надо останавливаться где-то перекусить, это сейчас не всегда возможно, короче, начали ныть, вот, и что нам сейчас это не нужно делать, и это риск для здоровья большой, и доктора Конгресса их в этом поддержат. В общем, такая ситуация. Дальше. Это как бы детали, да, мы совсем в детали не хотели бы уходить, но тут от этого зависит очень много, и благополучие нашего штата в том числе. Значит, особое беспокойство, да, из территории, из нашего, из нашей, в нашей стране сейчас вызывает Массачусетс. Там достаточно быстро растут количество инфицированных, и больше трех тысяч умерших есть, и поэтому локдауны будут продлены, пока Массачусетс не будет выходить. Кстати, губернатор Массачусетс – республиканец. Опять же, мы наблюдаем здесь, что в интересах республиканской партии, конечно, было бы сейчас как можно быстрее, с локдауны выходить, но люди на позициях, они берут в голову в основном интересы не свои конкретные политические сейчас, а безопасности граждан, которые находятся в их юрисдикции. Это хороший знак, да, то есть мы видим здесь, что на уровне, по крайней мере, губернатора Массачусетса политические соображения не срабатывают, и главные соображения, какие есть, это безопасность населения. Что мы должны приветствовать всеми силами. Важно это отметить обязательно, потому что мы разные соображения могут политиками руководить, когда они подобные решения принимают. Отсюда, значит, соответственно, мы можем также экстраполировать ситуацию нашего губернатора, хоть он и демократ, да, в данном случае, и ему было бы, мы могли бы сказать здесь, что его, чем дольше он будет держать Нью-Йорк в локдауне, тем лучше для тех, кто мечтает Трампа победить в ноябре, но мы так не можем сказать, потому что, скорее всего, раз губернатор Массачусетса, который с нами граничит, который в разговоре все время постоянно абсурд в одной схеме, да, Нью-Йорк, Нью-Джози, Коннектикут, Пенсильвания и Массачусетс, да, эти штаты, которые вместе координированно разрабатывают программу схемы выхода из кризиса, из локдауна, то, соответственно, значит, мы все можем обо всех так сказать, что соображения, которыми сегодня руководствуются губернаторы штатов, вот этих пяти, которые я только что назвал, они не политические соображения, они соображения безопасности. Давайте тогда это определим и пойдем дальше. Значит, относительно, в Канаде не очень благополучная ситуация, и она как раз не очень благополучная, в Квебеке. Наверное, что в Канаде население не очень большое, а количество зараженных увеличивается достаточно немаленькое для 20-миллионной страны, там, 22-миллионной страны. Вот. Ну и Квебек является, как бы, самому, больше половины всех инфицированных в Квебеке. Понятно, что Монреаль большой город, и, наверное, он и является кластером в данном случае. В Европе продолжается медленное, аккуратное движение к открытию, готовятся к тому, чтобы, скорее всего, в какой-то момент быть готовым к открытию границ опять. Единственное, есть некоторые проблемы, я сегодня не хотел глубоко их затрагивать, потому что это большой разговор. Ну, вы знаете, что в Европе всегда существовало определенное разделение, и на уровне Евросоюза всегда это чувствовалось, между странами Севера Европы и странами Юга Европы. Понятно, Север всегда богаче, Юг всегда беднее, Север всегда более промышленно развит, Юг всегда более заточен в посельское хозяйство. Это в масштабах всего земного шара работает, да, разделение на Север и Юг, и также в масштабах европейского континента. Более того, это работает также в масштабах одной страны, например, двух даже стран. В каждой из них это работает, это видно, и в трех даже. Север Греции, допустим, промышленно развитые салоники, да, и Юг Греции, где кроме туризма фактически и оливковых деревья ничего нет. Грубо, я очень грубо, примитивно сейчас говорю, из бизнеса. Есть север Италии с Миланом, огромным индустриальным регионом, связанным с этим городом, да, с Ломбардией. И есть Сицилия, и есть юг сапога, который сельское хозяйство. Есть Испания, ее Каталан, северная ее часть, которая пока Испания, да, которая индустрия, фабрика Испании всей, да. И есть южная часть, Андалусия, да, Гранада, которая апельсины, сельское хозяйство и так далее. Грубо, опять же, исключения существуют, но в основном так. И вот из-за этой пандемии, из-за этого локдауна, из постепенного выхода, из того, как страны боролись, видно, что это разделение между севером и югом, даже в рамках одной каждой конкретной страны, вышеуказанной мной, оно усилилось, это разделение. То есть в приезде очень-очень большие потрясения. И вообще нужно сказать, отметить, мне кажется, очень важный этот момент отметить. Последствия того, что сейчас происходит, даже при том условии, если нам удастся сейчас это все, то, что по-английски называется contain, да, сдержать, контролировать ущерб, минимизировать ущерб и начать восстановление, и эпидемия не вернется назад, что очень, мы надеемся на это, но у нас никаких гарантий нету, мы пытаемся, да, для этого все это и делается. И что, она не вернется назад, последствия никто не может просчитать, и абсолютно четко, что в рамках глобальной экономики, исходя из той информации, что есть у нас сегодня, и элементарных каких-то вещей восстановить и отследить, и сейчас точно предсказать ущерб, вообще никак нельзя, но последствия всего этого будут для мировой экономики невероятные совершенно. То есть многие вещи придется начинать заново и переделать совсем. Многие бизнесы, часть, по крайней мере, этих бизнесов просто может вообще умереть и больше никогда не возродиться. Это не страшилка никакая, это объективная реальность, и главное, чтобы когда мы вышли из нашего заточения, да, чтобы мы понимали, что реальность немножко поменялась. И это то, именно о чем сейчас говорят в Евросоюзе, это то, о чем сейчас думают самые лучшие умы здесь, в стране у нас, потому что как дальше будет мировая экономика выглядеть, это очень-очень большой вопрос. И пока все настолько подвисло в ситуации, которая никак не может быть предсказана и просчитана, что эта неуверенность, она еще очень-очень долгая, неуверенность как и государств, неуверенность индустрии, неуверенность компаний, и самое главное, неуверенность клиента, покупателя, да, консумера, да, это долго еще будет влиять на развитие мировой экономики и тянуть ее, естественно, как гиря вниз. Поэтому, чем быстрее пойдут средства на оказание помощи тем, кто пострадал, и компаниям, и штатам, и людям непосредственно, тем лучше, тем больше будет эта уверенность клиента, и тем лучше будет в итоге для экономики. Такая элементарная вещь, на самом деле, звучит очень просто, но требуется действовать здесь. И есть определенные моменты, которые пока тормозят, в том числе и бюрократически. Окей. Теперь, как бы, к главному моменту, это такая, извинувшаяся, на самом деле, обзор сегодняшней ситуации, но есть вещи, достаточно важные для ближневосточного региона, которые сейчас происходят, и которые, в принципе, назревали, да, Гнайник давным-давно уже набухал, начал набухать, я сейчас про Ливан говорю, начал набухать с начала Сирийской войны, и в Ливане, и после вливания в Ливан полутора миллионов беженцев из Сирии, с населением, с населением четыре миллиона, приняло полтора миллиона беженцев. Я в архивных программах говорил о предыдущих, да, о том, какая, в принципе, ситуация складывалась в Ливане, и о ливанской истории, и о гражданской войне, и это все в архивах вы можете найти. И сейчас без этого вступления ситуация такова, что экономика еще до начала пандемии была в очень плачевном состоянии. И в результате этой пандемии, понятно, да, учитывая общий глобальный кризис и многие проблемы, в итоге, короче, да, и протесты, которые там шли до пандемии, кстати, пандемия эти протесты почти полностью прекратила, ну, чтобы вели комендантский час, и все бы хорошо, и правительство зашло, как бы правительство технократическое, но на самом деле все понимали, что назначенцы этого правительства, хоть они и технократы, и официально беспартийные, реально представляют тот же самый секториальный баланс, который был в Ливане до того, как эти протесты начинались, и опять же, главное слово в назначении всех этих людей было за Хизбаллой, потому что Хизбалла является сегодня в Ливане главной политической силой на авансцене. Это первый момент. Что делает сейчас Хизбалла в Ливане? Самое главное, самая главная задача сегодня Хизбаллы в Ливане, помимо экономического кризиса и помимо того, что нужно постоянно работать с парламентариями, представляющими Хизбаллу в Ливанском парламенте, и вырабатывать определенные схемы работы, как вылезать из этой, не могу сказать даже цензурно, из чего вылезать, Главное, что чем сегодня занимается Хизбалла, она занимается спасением страны от пандемии. Каким образом? Разворачивает полевые госпитали, нанимает докторов, платит им. Хизбалла выставила полторы тысячи докторов, чтобы бороться с коронавирусом. Хизбалла развернула семь или восемь полевых госпиталей в Ливане. Хизбалла занимается спасением нации сегодня. Кстати, не первый раз, да. Уже Хизбалла заработала огромные очки на спасение нации от исламского государства в Арбильских горах. Хизбалла смогла это сделать, когда весь мир Ближнего Востока валился под ударами исламского государства. Хизбалла смогла эту угрозу от Ливана отбросить, что немаловажно, и опять же добавило ей очков. То есть понимаем, да, что с одной стороны Хизбалла это один из главнейших врагов Израиля на севере, с другой стороны Хизбалла это, кроме того, что это военная структура, это огромное политическое движение, представляющее беднейшие свои шиитского населения, и огромная благотворительная структура, которая определенные еще вещи делает в тех местах, где государство ливанское, которое сегодня, я уже, по-моему, могу четко сказать, что на сегодняшний день Ливан как государство это фейлдстейт. Да, я немногим странам стараюсь подобный лейбл вешать, но видно это, да, де-факто сегодня Ливан, по крайней мере, экономически это фейлдстейт, и это уже некоторые отрасли ливанской финансовой индустрии объявили банкротство, дефолт, фактически. То есть государство, ну, фейлдстейт, наверное, еще может быть не совсем, но, ну, совсем уже близко к этому. И в ситуации, когда государство фейлд, во многих вещах, также в системе здравоохранения тоже, именно такие структуры, неформальные, как бы, да, которые не являются государственным институтом напрямую, но они заходят туда, где государство не может что-то сделать, и эту дырку закрывают. Именно этим занимается Хизбалла, и при этом Хизбалла. Подобная ситуация в Ираке, о чем я во втором сегменте расскажу еще больше. Теперь, что же произошло на самом деле? Произошло то, что ливанские банки, государство брало у ливанских банков деньги в долг, грубо сейчас, да, я попытаюсь до перерыва это вкратце объяснить. Государство брало у ливанских банков деньги в долг для того, чтобы финансировать определенные инфраструктурные проекты, разные вещи. В итоге долг государства стал где-то 120 миллиардов долларов. А физические деньги оно у банков эти забирало. Вот, и потом его стало выпускать бонды. Короче, кончилось дело тем, что доллар, реально валютных резервов в стране никаких не осталось. И самый экономический кризис начал углубляться по многим причинам. И по причине беженцев, и по причине того, что коррупция, против чего протестующие протестовали. Вы помните, я об этом рассказывал в программах. В общем, кончилось дело тем, что банкам пришлось, так как реально физической валюты не стало, им пришлось пойти на включение, государство пришлось пойти на включение печатного станка, да. Началась дикая совершенно инфляция. Ливанский фунт начал резко, естественно, по отношению к доллару падать. И люди, которые имели сбережения в тех банках, которые на самом деле были уже отданы и потрачены эти сбережения, но люди захотели свои деньги вернуть. Когда они захотели это сделать, банки, во-первых, наложили ограничения на то, сколько можно денег людям снимать. А во-вторых, вместо того, чтобы давать им в тех валютах, в которых они эти деньги держали в банках, они начали выдавать им эти деньги в ливанских фунтах, которые ежедневно, естественно, падают. И это взорвало ситуацию в Триполе. Взорвало ситуацию в Триполе. О том, как ситуация в Триполе развивается, и какую роль у этого есть армия, и что из этого может выйти, я думаю, друзья мои, уже я расскажу вам в следующем сегменте. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 апреля 2020-го вторник. Вспомнил. Пишут нам. Раз нам пишут, это имеет первоочередное значение. Абонент 8195 спрашивает. Здравствуйте. Здравствуйте. Но не подписался, кстати. Или лазь. Не знаю. Надо подписываться желательно. Слышал. А, все-таки не подписался. Слышал, что в мае могут быть повторные выплаты от АРС, так как сейчас работы нету, и когда будет, никто не знает, оплатить. Биллы надо. Они приходят вовремя. Это правда. Биллы приходят вовремя. По себе тоже могу сказать. И платить их надо. Тоже верно. Вы знаете, я не знаю точно, пока будут ли еще выплаты в мае. Это, наверное, будет зависеть от того, что Конгресс сделает. Пока из того, что принято было, да, нам уже эти деньги, тем, кому они полагались, заплатили. Насколько я понимаю, ну, или кто-то еще их ждет, но они в итоге должны прийти. Говорили изначально о двух выплатах. По-моему, остановились в первый раз на одной. Будут ли еще? Вполне возможно, что будут. Но, как мы понимаем, бюджет страны, он, конечно, достаточно серьезный. Страна у нас богатая и большая, но я не уверен, что прям страна может себе позволить много таких выплат сделать. И даже если будет еще одна, всем не обязательно, что будет еще и какая-то еще одна. Но будем надеяться, что будут, потому что, конечно, людей надо спасать. Окей, теперь пойдем к обещанному моменту продолжения ситуации. Итоги, когда люди стали понимать, да, некоторые ограничения локдауна, связанные с коронавирусом, были сняты. И в этот момент в Триполи, который находится на севере, это вот со вчерашнего дня уже началось, да, самое последнее развитие в Ливане, Триполи в Ливане, он находится на севере. Это второе повлечение город в Ливане, и его население, тут маленькая есть еще деталь такая небольшая, и она сунницкое население в основном. Плюс самые большие палестинские логеря беженцев находятся именно в Триполи, несколько сот тысяч человек. Причем эти логеря у нас как бы государство в государстве, истории были разные, туда пытались когда-то зайти войска после ограблений банков, кстати, тоже, которые эти палестинцы устраивали там, а войска туда пытались зайти, зайти так сразу не смогли, там была чуть ли не двухнедельная бойня, в итоге около сотни солдат погибло, да, и только потом они смогли туда зайти. Короче, боеспособность ливанской армии-то тоже еще отдельный такой большой вопрос, вот, а ребята там достаточно серьезные, сидят в лагерях этих вооруженные часто, вот, и, естественно, своим самоуправлением занимаются. Теперь у населения Триполи ощущение такое, что во всех этих берутских играх политических, да, и в итоге этого правительства технократов, как бы шиитские голоса сильнее звучат, вот, чем голоса Суницкие, и поэтому их интересы, и банков там, особенно в Триполи, банки в Триполи игнорируют интересы населения, именно потому, что правительство особо не вмешивается, отчетово вмешивается Суницкое население в Триполи на севере. То есть это не так, само собой. Но ощущение у людей, которые там проживают такое, если раньше они протестовали с факелами, то теперь они кричат «Молотов, Молотов!», и начали со вчерашнего дня банки громить и бросать эти коктейли Молотова в окна, зрелище, да, встать банков, в витрины. Зрелище, да, в самом деле, очень такое нервное. Вот, полиция и армия вошли туда и начали их разгонять, убили одного человека. Что, естественно, как по известной традиции вызывает еще большие протесты, и похороны превратились в акт протеста огромный, как это было и дальше. Короче, ситуация выходит из-под контроля. Международный валютный фонд говорит, что да, мы, скорее всего, зайдем со своей программы, но мы понимаем, что такая программа Международного валютного фонда, она сопряжена с определенными сокращениями и с ограничениями на всяческие девальвации, с ограничениями на печатный станок, естественно. Международный валютный фонд может зайти там с 12-13 миллиардами долларов, что, в принципе, немало, и может в этой ситуации Ливан спасти, но это все занимает время, и это ни одного дня задача. А сейчас задача остановить эти протесты, которые начали ситуацию расшатывать. Лодку эту, которая и так, на самом деле, была достаточно дырявой, начали ее совсем расшатывать, если посыпется совсем и опять зажжется Бейрут, потому как экономическая ситуация очень нехорошая, и нет у меня даже возможности каким-то образом это переоценить. Вот. Так оно и есть на самом деле. Это может, если начнутся, как бы, если эти протесты придут к новой фазе, к перестрелкам, то тогда мы можем наблюдать начало той самой гражданской войны, о которой нас уже предупреждают эксперты с 2011 года с захода полутора миллионов сирийских беженцев на ливанскую территорию. Вот. Это Ливан. В Ираке ситуация примерно подобная же. Единственное, что нет, не жгут банки, и комендантский час на многих местах действует, и все те шиитские серьезные милиции проиранские, которые там действовали, которые постоянно в моей программе возникали, их название PMU, да, Popular Mobilization Unit, то есть Народные мобилизационные подразделения, или Хатаиб Хизбалла Иракская, да, которая абсолютно каменистская, проиранская группа, да, они сейчас, естественно, тоже занимаются борьбой с коронавирусом, разворачивают госпитали. Вот Хатаиб Хизбалла, с которой мы там обстрелывали, командира, который мы убили вместе с Касаром Сулеймани, открыла на сто коих госпиталь в Багдаде, короче, для того, чтобы пациентов с коронавирусом заниматься. Помогает там дезинфицировать улицы, несмотря на то, что специальные эксперты WHO, еще Международное здравоохранение говорят, что это бесполезное дело улицы дезинфицировать, потому что это человеку серьезнее передается, да, чем... Короче, дезинфекция улиц имеет самое минимальное значение в общей борьбе с коронавирусом. И так мы понимаем, что в Ираке очень много всяческих разных отраслей. Опять же, Ирак совсем failed state, тут нет никаких сомнений. И понятно, что система здравоохранения Ирака тоже не может отличаться и не может как-то в лучшую сторону отличаться от всех остальных отраслей иракской экономики и отраслей Ирак... И того состояния, в котором находится иракское общество сегодня, после известных событий последних 15-17 лет. То есть сейчас сильная вспышка в Ираке, допустим, коронавируса, означает, ну, то, что огромное население может с этой жизнью расстаться, как бы, и государство просто может перестать существовать. Поэтому тут нужно много чего делать. И вот эти шиитские милиции сейчас именно этим занимаются, как говорят аналитики, в расчете на то, что когда будут следующие выборы, которые скоро должны быть, там, в течение ближайшего года, избиратель потенциально исполнит, что они этим занимались. Что они это делали, что они пытались спасти нацию, независимо от того, это нация шииты, это нация сунниты, неважно, курды. Они пытались это сделать, пытались помочь, как когда-то, опять же, они спасали Ирак от бойцов исламского государства. В общем и целом, помимо того, что, да, не было печали, как говорится, купила баба порося, понимаете, мало того, что в этих странах и в Ливане, и в Ираке и так ситуация была, ну, совсем за предел, плохая. Еще сейчас, в результате этой пандемии, она, как бы, еще один виток, еще один нахлест, и это, конечно же, внушая серьезные опасения. Помню, что в Ираке находятся наши войска, вот, а Ливан, если он взорвется, если эта бомба взорвется, то это от Израиля, в частности, потребует всем других усилий для обеспечения безопасности на северной границе. Это понятно тоже. В общем, примерно то, что я хотел сегодня рассказать. Пока за скобками. Йемен, в котором тоже много изменений, я думаю, что завтра к Йемену мы придем. Ну, естественно, в Израиле уже начали праздновать День независимости. Всем нашим израильским радиослушателям Йомас Маут Самер с праздником 72-й годовщины независимости Израиля. И хочу напомнить, что в той ситуации, когда Бен-Гурион провозглашал независимость, она была очень непростой. И это многими расценировано было как акт самоубийства. Но в итоге государство выжило. У того времени политического истеблишмента еврейского были яйца. А вот если яйца у нынешнего политического истеблишмента Израиля, мы увидим, когда придет время аннексировать, первому июля. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик-политик». До встречи завтра. «Бутик-политик». С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.